Всем добрый-добрый вечер! Второй день весны, 2 марта, и мы с нашими собачками гуляем и передаем вам всем привет! У нас гуляют малыши, некоторые взрослые, некоторые тем, с которым можно с нами вместе гулять, потому что у девчонок течки, очень многие потекли, поэтому кто-то заканчивает, поэтому девчонки по очереди. Так, мы кушаем морковку, целиком и по кусочкам, доча им тут дает по кусочку, на, на, а мы погуляем, поболтаем и передадим вам приветики от наших чихуахуа, пуделей и мальтипу. Вот они, вот они, все собрались, держи морковку, все, вот они все стоят, космос вообще забрался повыше. Алло, прием, алло, прием, да, космос, красотунчик ты мой. Так, кто тут таскает игрушку, давай, 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 поиграем. Игрушка, сделанная своими руками, самая лучшая игрушка. Да, на, на, веселунчики мои, опа, очень игривый у нас купидончик из взрослых, малыши все играют, очень игривый. Лавандушка у нас игривая, пойдемте погуляем, погуляем, поиграем. Бабушка, как всегда, полила огород зачем-то, чтобы наши мальтипушки стали грязные. Так, кстати, сейчас я покажу Анжелу нашу, вот она наша Анжела, мы ее обрили вчера, остригли. Ну, нам так удобнее, на самом деле, конечно, те люди, которые занимаются породой мальтезы, возможно, нас осудят, потому что у нас все-таки красивая собака, а мы ее как бы обкарнали. Но, учитывая, что у нас питомник, и в хозяйстве нам главное все-таки удобство, вот, поэтому у нее, по-моему, начинается течка, и мы ее постригли. Вот собака белая, господи, я чуть не легла тут, мои халюсенькие, поэтому нам приходится соблюдать короткую стрижку. Учитывая, что Анжела у нас не на подушке лежит и не двигается, а бегает, гуляет, копает, и поэтому... Анжела, ты вчера была стрижена, да, а здесь у нас авундушка, красотуля, это наша длинношерстная, красивенная девочка, которая продается, бело-голубая, что ты там все вышкрябываешь. Девочки, четыре с половиной месяца, подбежала мини-девочка Багира, а Вунда тоже, кстати, небольшая. Ну, я так думаю, она все-таки стандартненькая. Что мы тут, грезем-то? Прекрасно гуляют малыши, беляши. Побежал, у нас здесь такой ход, лаз, и они там отлично, давай назад, давай назад. Ребят, отлично тут бегают, очень им нравится, фиг оттуда их достанешь. Артекушка развеселился! Ой, какая хорошая, хорошая погода. Сегодня достаточно тепло, у нас обещают похолодание, поэтому мы пользуемся, как всегда, погодой. Они у нас сегодня целый день гуляли, много-много очень гуляли, потом долго спали. И вот сейчас у нас вечерняя прогулочка. Пасмурно, немножечко похолодало, но пока я поубиралась в домиках, намыла полики. Напшикала лайной, пахнет у нас чистенько теперь. Кто там уже подавился? Купидоша? Купидошенька, ты поперхнулся, сыночек мой. Это наша красавица Рокко-Кора, кушечка, которая тоже ищет свою семью. Прекрасная, красивая, воспитанная девочка. Маруся Лаванда и Анфиса выпрашивают морковку. Морковки вдоволь всем. Папа сегодня поехал, купил мясо с собаком, будем молоть. Купил овощей, вчера им целую миску огромную раздала. В общем, я все снимать не снимаю. Вот, конечно, получают дети все вдоволь. Очень любят морковушку. Морковушка это наше все, да? Красавчик Аюшка. Замечательный мальчик. Его еще никто не присмотрел. Голубоподпалы. Очень-очень сильно похож на сыночка нашей Гермионы. Помните Шармика? Прям, ну вот, копия, мне кажется, очень похож. Но только это Аюшка. Это Баженен сынок, но тоже Купидонович. Артекушка этого все лапушка. Лапушка. Хорошунчик. Да, это он с Ламборджини прибежал. Это у себя Титюндра моя любимая. Ах ты ж хулиганушка. Это Кородак. Общительный малыш. Умняшка. Красавец Эйлен. Тоже ищет свою семью. Самую лучшую, ответственную. Маратик. Маратик. В продаже его братик. Начнем стихами разговаривать. Маратик в продаже его братик. Артекушка. Артекушка. Мое солнышко. Давай покажем Маратика. Маратик у нас окрас мерль. Длинношерстный. Сын нашего Тарантино. Мамочка у него мраморная окрас мерль. И этот малыш алиментный переехал к нам в питомник. В продаже его братишка. Тоже в окрасе мерль. Но другой расцветки. Тоже шоколадно-подкалок. Зовут его Майбах Тарантинович. Да, это у нас красотун Байкал. Второй белый короткошерстный мальчик. Мини. Совершенный мини. Нам скоро 4 месяца через неделю. Крош на ладоши. Активный, красивенный. Босфорик. Активный очень. Игривый. Очень умный. Ну смотрите, он поприставал тогда к взрослым. Все, уже успокоился. Они ему всыпали по первое число. Они очень понятливые. А это Байкал. Байкал тоже небольшой. Тоже маленький. Хороший мальчишка. Да, а Ламборджини. Ты такая невеста просто. Красивая. А это наша... Кто? Арпи. Это Арпиша. Это Суся. Да, это Арпи. Что, Арпи? Тебе не дают морковку, девчонки? Маруся Стервоза моя любимая. А где вообще этот Мерсик лазит? Вон он. Вот он Мерсик. Мерсик это Ламборджи. Мерсик это Матипу. Так. Гермиона воспитывает. Играет весело. Воспитательница. Аюшку. Ой, Мерсик голос его показал. Артекушка. Ах, ты ж мой лопушок милый. Какой хороший мальчик. Какой у него интересный все-таки окрас. Посмотрите, какой у него краб. Ты зайка. Малыш продается. Ты хорошенький такой, что ли. Ты хорошенький такой. Эй, Элен прибежал. Все, веселее. Феодосия. Только что прилетел в нашу группу. Привет от твоего сыночка. Красавца. Гарри Поттера. Какой же. Как же они похожи все на нее. Ее типаж. Да, вот это вот моя морда. Ты толстунья совсем. Совсем толстая. Это ее встанет на трех ножках. Лапушку подожмет. Да, моя дядь. А это кто пришел? Грязнуня. Это длинношерстный малыш. Биюк, Янышар. Энька бегает. Да, да, да. Элена еще раз. Ой, это знаете, кто мотается у нас? Все, пошел. Лолу вокруг домика. Вот сейчас круг буду сделать. Уже оттуда прибежали. Это гавка и тявка и бегает Мерсик. Все, все, все. Ой, игра бесконечная. Бесконечная. Света. Суета, сует. Играйте, мои солнышки. Играйте. Наблюдать за их игрой могу бесконечно. Знаете, как они устают потом? И как они потом сладко спят? И как они еще умеют сладко попрошайничать? Ну, хоть кусочек, ну, хоть кусочек, да? Ну, хоть морковка. Ты сама любишь морковка вкусная, да? Вот, нас спускают. У кота вы моя. Так, сделаю крупней. Тут что-то совсем плохо видно. Ой, когда же наша клумба зацветет? Когда-нибудь зацветет, как вы думаете? Что-нибудь в ней вырастет? Вот у нас уже пошел. Видите, морозец немного был, пропало. И вот новенькое уже пошло. И тут вижу, уже вон, выглядывают. Пойдет, пойдет, смотрите. Вот тут я тоже вижу. Вот оно пошло. Будет. Вот это так заплетет. Да, если только вы жрать не перестанете. А вон, да. Перестань. А вон, да. Так, не надо. Не надо грызть. Ты хочешь разгрызть, да? Пойдем, пойдем гулять, гулять, гулять. Побежали. Кородак. Вот так. Сфотографируем тебя. Сфотографируем тебя. Ой, боже, какое счастье. Счастье есть, его не может не быть. Сладкие такие. Капуны. Да копайте уже, господи. Чувак, Катя все время что-то хочет. Тоже нечего. Главное, что не грязь суха. Да? Биюк, Янышар. Что ты там нашел? Лопушок упал. Муся грязная. Все заняты. На, 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 на. Ой, такой зайка, Биюк, Янышар. Тоже у нас поиск, как папа и мам. Феодосия, ты ходишь за мной. За мной ходь. Что вы там находитесь? Мы тут снимаем видео, как собаки копают клумбу. Находят что-то. Папу нужно встретить обязательно, да? Вот они уже не знают, знают. Папа пришел. Кто любит папу? Хорошульки мои. Скажи, а ты что не к нам? Скажи, ты что не к нам, да? А эти зайки мои золотые. Беларуся, Беларуся. Дай. Так. Еще лучше. Куда это шаман собрался? Шаман? Анжела уже, наверное, с завтрашнего дня не будет гулять со всеми. Вон, эти мальчишки уже нанюхали. Первый день течки. Так, так, так. Ай, какие же вы шкоды. Чем можно заниматься? Малышня настоящая. Чем-то возятся, что-то выкапывают. Все подряд. Всему рады. Биюк, Янышар. Сколько тут всего. Да, да. Тетюй. Тетюй мамин. Маленький. Крош вообще. Такой крошечный. Чтобы вы понимали, у них разница в три недели. Это стандартная деваха, красавица наша. Паночка по ноге. Так, вы мне вот там никому не валяйте, как этого. А он сам, блядь. А, босфорик мини-мальчик. Малипус. Возня. Ой, возня. Смотрите, как они тратят энергию. Мама Анжела и ее дети. Мальтипухи. Ламборджини и Мэрсик. Вот вчера мы купались, расчесывались. Сегодня не расчесанные, но красивые. Да, Ламборджини, девочка. А это красавица Арпи пришла. Снимаю близко, макросъемка. Все равно интереснее, когда можно... Можно... Что-то ее туда вложил, а? Рассматривать покрупнее, правда? Еще раз покажу Авондушку поближе, которая в продаже. Эй, кто там пищит? Да, девочка. С красивым Микки Маусом, сердечком. На... На боку. Артекушка. Ты как охотничий пес. Лапу поднял. А что, любовь моя пришла. Ой, ты боже мой. Булочка моя. Булочка. У меня еще и кусает. Моя красавица. Пощипывает. Шаман, не наглей. Не наглей, Шаман. Не лезь к Анжеле, она тебя сейчас сыпет. Беларуська. Вот же лапуська. Лапуська. Девочка. Очень хочется каждому своему выпускнику найти такие ласковые ручки. Не такие, как, знаете, в интернете пишут. Мы в добрые руки. Настоящих, любящих владельцев. Чтобы баловали. Чтобы любили. Чтобы ничего на собаку не жалели. Ничего. От слова. Воспитывали, конечно же, обязательно. Правильно кормили. Тоже очень важный момент. Для этого есть я. Профессиональный заводчик. Проконсультирую. Расскажу. Объясню. Чтобы даже человек, который новичок в этом деле. Очень многие владельцы, даже нынешние, уже наших выпускников. Это люди, которые либо уже очень много лет не имели животного. Либо вообще никогда не имели собаку. Либо была там крупная собака. Может быть, там когда-то давно. Конечно, разница в содержании есть. С одной стороны проще. С другой стороны, нужно быть просто еще более внимательным. Особенно с питанием, с воспитанием. Потому что очень часто именно мелкие породы забывают о том, что их нужно воспитывать. Я об этом чуть ли не каждый день говорю. Забывают о том, что баловать это не значит давать со своего холодильника самые вкусные и дорогие вещи. Правильно кормить это очень важно. Потому что собака, что бы сколько бы ни говорил интернет о том, что собака видоизменилась за столько тысячелетий рядом с человеком. Что она хорошо переваривает человеческую пищу, предназначенную для людей. Все это, конечно, может быть где-то частично, правда. Но желудочно-кишечный тракт, строение собаки за все эти тысячелетия, в кавычках, создано природой изначально. Это волки. Как мне пишут, чихуахуа, что волки, солнышки. Открываем, учим, изучаем. Да, чихуахуа, это на 99% волк. Учите, учите. Не знаете, ну хоть не позорьтесь. И у собаки за все это время рядом с человеком ничего внутри не изменилось. Представьте себе. А то, что она может переварить туалетную бумагу. А то, что собака может есть фекалии и не умереть от этого. Это задумано природой, чтобы не погибнуть. Да, собака может есть даже падаль, может есть фекалии. Не только свои, да, может там и других животных. Так задумано природой. Но это не говорит о том, что мы должны собаку кормить этим, да. Поверьте, можно бульоном полить туалетную бумагу и собаку голодная съест. То есть не говорит о том, что искать. О, моя любит, моя ест. Ну такое сравнение, да. Так, алло. Алло, гараж. Ну что, мои хорошие. Всем добра. До новых видео. До новых встреч. Питомник, чихуахуа, это и пуделька. С любовью. Субтитры сделал DimaTorzok